Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Пару дней назад одна из самых скандальных участниц Дома 2 Марсяга намекнула на появление в ее жизни нового возлюбленного. Девушка даже готова была представить избранника своим многочисленным подписчикам, однако накануне планы бывшей участницы резко изменились. Марсяга подозревает, что может даже оказаться беременной, на это указывают все признаки, в том числе и задержка менструации. Более того, девушка уже готова сделать тест, чтобы все прояснить, а вот уже после обещает озвучить имя будущего отца ребенка. К слову, становиться мамой Марсяга по ее признанию пока не готова, возможно и потому, что за последние недели у нее был интим не только с ее бойфрендом, но и с Ильей Григоренко. В личной жизни Алены Савкиной, как обычно, снова перемены. Незадолго до Нового года Алена решила завязать с гулянками, чтобы посвятить себя воспитанию сына. Тогда же молодая мамочка заверила, что разочарована в любви и строить новые отношения пока не готова. Несмотря на более чем убедительные речи Савкиной, многие предположили, подобное решение она приняла не самостоятельно. Затворничество Алены совпало с возвращением в Москву Татьяны Владимировны Григоревской. Не исключено, что женщина банально устроила разнос, впустившийся во все тяжкие дочери. Впрочем, надолго Савкиной, как можно было и предположить, не хватило. В сеть попало фото, на котором Алена красуется со своим бывшим стриптизером Ильей. Судя по всему, девушка, в том числе и назло авторитарной матери, дала своим чувствам второй шанс. Как только Анастасия Голд сообщила в социальных сетях, что срочно вылетела в Ростов, так и посыпались предположения в сети, что ей понадобилась финансовая поддержка своей родни. В интернете появились слухи, что квартира, которой хвастался Илья Яббаров, оформлена на его жену Настю Голд. Дотошные пользователи обнаружили у Ильи Яббарова долги по алиментам на сайте судебных приставов. Не потому ли уверены антифанаты Яббарова, что ипотеку на показанную квартиру пришлось оформлять на Анастасию Голд? Ведь пока ее магазин доходов не приносит, а денежные вложения в жилье растут. Не стоило Ябарову так громко хвастаться в социальных сетях покупкой. Судя по свежим сторис Ольги Бузовой, она уже не печалится из-за расставания с Давидом Манукяном. Напротив, девушка буквально светится и выглядит невероятно притягательно. Столь необычные метаморфозы, особенно в контексте разрыва с возлюбленным, многим кажутся странными. Правда, саму популярную ведущую певицу мнение со стороны волнует мало. Чтобы наповал сразить представителей мужского пола, в том числе из числа подписчиков, Оля нарастила волосы, сделала укладку и одела вызывающее красное платье, сразу преобразившись. Впрочем, не исключено, что все это Оля делает лишь с одной целью – для того, чтобы отомстить Давиду Манукяну и дать понять, кого он потерял. Если такие кадры увидит Давид, он точно пожалеет, что потерял такую красавицу. Призналась в своем микроблоге Яна Шофеева, что у нее новая жизнь и новая любовь, тем самым развеяв по ветру все надежды Захара Соленко на возобновление отношений. Соленко еще недавно искренне верил или пытался в этом убедить своих подписчиков, что вернет Яну, чего бы ему это ни стоило, о чем уже были новости и как старался Соленко. Теперь у брюнетки Шофеевой есть другой возлюбленный, которого она уже показывает в сети, а Захару остается только кусать локти. Да и друзья Татьяна Строкова и Даниил Сахнов разбежались, хотя на шоу Бородина против Бузовой и пытались шутить на тему, что увел Соленко Татьяну Сергеевну у друга. Только в отличие от домовских парней, партнерши по телепроекту Дом-2 явно быстрее находят свою новую любовь за периметром. Не на это ли намекает Яна Шофеева, утверждая, что теперь счастлива с другим мужчиной? Илья Ибаров в ярости. Антифанаты все-таки добились блокировки страницы Ильи в Инстаграме. На экс-участника пожаловались недоброжелатели. Началось все с того, что Илье было смешно, когда у него удалили сториз, но затем Инстаграм заблокировал его аккаунт и лишил бизнесмена куска хлеба. Уже известно из новостей, что Илья и Настя взяли ипотеку. Интересно, как теперь ребята будут расплачиваться, ведь основной источник дохода больше не приносит денег. Семья надеется, что бизнес Насти Голд по перепродаже постельного белья из Китая выстрелит и ребята смогут без проблем погасить долги. Друзья, пожалуйста, оттяните это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость сайта шла. Когда участница Дома-2 Майя Донцова рассказала подписчикам о своей операции, которую она ждала два года, не все поклонники девушки благосклонно отнеслись к ее желанию улучшить внешность. На Донцову из-за блефаропластики обрушилась лавина негатива. Зрители телестройки уверены, что ей пора уходить за периметр, искать работу, сделать ЭКО и родить ребенка, а не подрезать веки. Лучше бы ЭКО сделала, пишут Майи подписчицы, все еще ждущие, что она объявит о своей беременности. А когда будут дети? А почему нет детей? Зачем так рано делать операцию? Что будет с глазами в 40 лет? Не успокаиваются второй день подряд фолловеры Донцовой. Участница специально начала отвечать на вопросы на своей странице, чтобы рассказать как можно больше о самой операции и пластическом хирурге и отработать часть бартера. Но ей никто не верит, увидев на странице рекомендованного врача надпись в профиле «Косметолог». Дополнительно, чтобы лишний раз унизить супругу Алексея Купина, некоторые женщины начали ей писать, что нижние веки тоже не мешало бы подтянуть, потому что мешки под глазами делают ее похожей на пьяницу. Майя удивлена тем, что люди не могут за нее порадоваться, ведь нависшие веки могут стать серьезной угрозой для зрения. Она и так носила очки или линзы. Однако же антифанатам и всем недовольным проще посплетничать о бездетности Купинах, чем признать, что Майя имеет полное право делать то, что считает нужным. Одна мечта сбылась, но это не говорит о том, что девушка не хочет иметь детей. Александра Черно не на шутку напугала своих подписчиков. В сторис девушка опубликовала сообщение, что ей придется вызывать скорую помощь. Впрочем, уже через пару часов Саша вышла на связь с фолловерами, чтобы все объяснить. Раскрасневшееся Черно посетовала на коматозное состояние. По словам Саши, из-за того, что она не смогла покушать вовремя, ей неожиданно стало плохо. Напуганные родственники незамедлительно вызвали скорую. Однако девушке стало лучше лишь после того, как она поела. Сама Александра списывает свое состояние на инсулинорезистентность. Саша уже говорила о том, что ей перестали помогать лекарства. Молодая мамочка, твердо решившая похудеть, только и делает, что прибавляет в весе. Милена Безбородова после ухода с телепроекта Дом-2 часто жаловалась на одиночество и говорила, что у нее нет молодого человека. Но теперь бывшая участница не боится признаться своим поклонникам, что счастлива. Причем безумно счастлива, ведь ее принимают и любят такой, какая она есть. Почему так резко Милена захотела поговорить о своих отношениях? Оказывается, вчера Татьяна Строкова была в гостях у своих друзей Григорьевых-Аполлоновых. Там же был Леша Безус и целовался со своей новой пассией. Все это Таня показала в сторис, не забыв упомянуть, что три дня назад у Леши было с девушкой волшебство. Как это реагировало Безбородова, увидев новую девушку Безуса? Она забыла о своих принципах ведения социальных сетей и выставила сторис с парнем. Не зря Алексей пытался убедить ведущих и зрителей Дома-2, что Милена не та, за кого себя выдает, что она не афиширует свои связи за периметром, сохраняя статус несчастной одиночки. Ранее Милена всегда поднимала охваты на своей странице, рассказывая о несчастной любви, о том, что понравившийся парень перестал обращать внимание или о разбитом сердце, или о хайпе Безуса, который за ее счет пиарится. Уже были новости, что она даже замуж не хотела выходить. И стоило Милене так переживать, если рядом новая любовь. Месяцами Милена писала, как трудно найти вторую половинку, оказывается парень есть, просто кто-то его скрывал. Или демонстрация личной жизни Безуса подтолкнула Безбородову к новому обману подписчиков. Это были все новости на сегодня, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok